Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу. Те самые правила, которые раньше приравнивались к закону, но в последнее время все чаще критикуются и опровергаются в научных исследованиях. Насколько действительно важен завтрак, имеет ли значение распределение калорий в течение дня и о чем нам говорят современные научные исследования. Это овсянка и банан, которые обычно едят на завтрак. Это куриная грудка с гречкой, а это свежие овощи и рыба, которые логично съесть на ужин. А если мы сделаем так? Или так? А если вот так? Изменится ли что-нибудь в нашей диете? И как это отразится на снижении веса? Принято считать, что завтрак это обязательный и самый важный прием пищи, который задает наш дневной ритм, ускоряет метаболизм и положительно влияет на снижение веса, общее здоровье и результаты в тренировках, если вы занимаетесь спортом. Но так ли это на самом деле? В сети можно найти огромное количество исследований и метаанализов на эту тему. Причем зачастую очень противоречиво. В одном из последних сказано, цитата, «Мы не зафиксировали никаких различий в общем ежедневном расходе калорий или скорости метаболизма в состоянии покоя, связанных со временем распределения калорий, а также никаких различий в потере веса». Тем не менее, участники, соблюдающие утренний прием пищи, сообщили о значительном снижении чувства голода. Таким образом, утренний насыщенный прием пищи, обильный завтрак может способствовать соблюдению режима снижения веса за счет большего подавления аппетита. То есть, существенных изменений в снижении веса не было, но диета протекала более комфортно за счет снижения чувства голода, что обычно подтверждается и на практике. Аналогичных исследований достаточно, но практически во всех есть какое-то «но». В Нью-Йоркском исследовательском центре питания, например, обнаружили, что исключение завтрака при неизменной калорийности общего дневного рациона не отражается на снижении веса, но зато приводит к существенному повышению уровня холестерина в крови. А в другом исследовании было обнаружено, что если потреблять 50% дневной нормы углеводов в утренние часы, то это способствует снижению уровня глюкозы в крови и улучшению чувствительности к инсулину. То есть, даже если завтрак как-то глобально не влияет на снижение веса, его наличие практически всегда является фактором улучшения здоровья, ну или как минимум не ухудшает его. А также при наличии завтрака диета обычно проходит комфортнее. Есть, конечно же, исследования, в которых смещение основной калорийности в первую половину дня приносит положительный результат и в снижении веса, и в чувствительности к инсулину. И вот что еще можно сказать совершенно точно. В утренние часы чувствительность к инсулину более высокая, а вечером, наоборот, низкая. А это значит, что в утреннее время для утилизации глюкозы потребуется меньшее количество инсулина, чем для утилизации того же количества, но вечером. И, по сути, негативный эффект даже от сладкого в утреннее время будет ниже. Следующий – это обмен веществ. Как я сказал ранее, есть ряд исследований, которые опровергают влияние завтрака на обмен веществ. Но как человек, который в прошлом потерял более 35 килограммов лишнего веса и помог в этом тысячам других людей, могу сказать вот что. Когда вы просыпаетесь, утром происходит смена цикла. Если всю ночь вы можете питаться жирными кислотами без пробуждения и чувства дискомфорта, то утренняя фаза подразумевает смену гормонального фона и получение питательных веществ из пищи. И это не к тому, что вы не сможете двигаться не позавтраком. Но порция получаемых полезных нутриентов, даже если не ускоряет обмен веществ, то в любом случае повышает производительность. Простой пример. Предположим, вы тренируетесь в 11 часов утра, а просыпаетесь в 8. В каком из вариантов тренировка будет более продуктивной? Если вы позавтракаете или если пропустите утренний прием пищи. Для человека, который хоть раз тренировался в первой половине дня, равно как и выполнял другую физическую работу, то совершенно очевидно, что производительность выше после получения порции белков, жиров и углеводов. Независимо от того, как вы относитесь к завтраку и нравится вам это или нет. Небольшая ремарка. В своей жизни я практиковал разные типы питания. В частности, кратковременное голодание до 36 часов в неделю и долговременное до 5 суток, в том числе без воды. И в эти дни я тоже тренировался. Здоровый человек при соответствующем уровне подготовки может тренироваться даже если не ел перед этим сутки. Но как ни крути, тренировка, которая несколько часов назад предшествовала прием пищи, будет эффективнее. И я думаю, что спорить с этим никто не станет. Таким образом, получение питательных веществ после пробуждения увеличивает ваш энергетический потенциал. Вы можете эффективнее тренироваться, работать, думать или совершать какие-то простые бытовые дела. И по факту потенциальный объем калорий, который вы можете потратить, включив рацион завтрак, в утренние часы будет выше, чем при его отсутствии, когда организм по сути переходит в режим экономии. Добавьте сюда относительную безопасность потребления углеводов в первой половине дня, когда чувствительность к инсулину выше, информацию о том, как основное потребление углеводов в первой половине дня снижает общий уровень сахара в крови, и как отсутствие завтрака по непонятным причинам может повышать уровень холестерина и прочие факторы. И становится вполне очевидно, что завтрак как минимум не вреден, а как максимум очень даже полезен. И за свою практику я протестировал множество разных систем питания с завтраком и без. И могу совершенно точно сказать, что классическая система дробного питания, в которую обязательно включен завтрак, зарекомендовала себя лучше всего. И вот что еще обязательно нужно понять. В глобальном смысле наличие или отсутствие завтрака – это больше деталь, нюанс. И гораздо важнее общий план питания, а не каждый отдельный прием пищи. Хотя они, конечно же, тоже важны. В описании к этому ролику вы найдете все мои полноценные тренировочные курсы, спортивные добавки, которые я произвожу под своим собственным брендом, и другую полезную информацию. А я желаю вам успехов во всех начинаниях и хорошего настроения. С вами был Александр Добромиль. Пока!